Итак, здравствуйте все, кто нас сейчас смотрит. Давайте сегодня мы с вами прогуляемся по парку Айвазовского в Порт-Инити. Сегодня у нас 5 июля 2022 годик. При входе в парк мы купили входные билеты взрослые 800 рублей. Детский, по-моему, 400. Но есть и льготные. Александр Сергеевич Пушкин. Ой, что это, я заболтался. Айвазовский. Пушкин. Где-то ниже должен быть ему памятник. Так, Иван Константинович Айвазовский. 1817-1900 год. Всемирно известный русский художник, маринист, батарлист, коллекционер, меценат. Вот, благодаря ему мы сейчас посмотрим на этот парк. Так, перед нами что тут. Конский каштан, мясо красный и так далее. Вот, напротив, стоит наша группа, экскурсовод. Сейчас нас будет ознакомливать с этим парком. Входной билет. В эту стоимость входит экскурсия. Японский сад в парке Айвазовского оплачивается отдельно. 500 рублей. Простой билет. Кипарис вечно зеленый. А если с экскурсией, вроде бы 600. Так, ну давайте прогуляемся сегодня к этому знаменитому парку. Парк был строган в среднем конструкции, без жилья, без культур. Столько были станет и дорожки, как раз было. В 2000-х годах здесь начинается реконструкция парка. Прикладили ландшафтного архитектора Анненкова Анатолия Анатольевича. И ландшафтный архитектур украсил и дополнил парк с культурами, беседками, водопадами и декоративными лестницами и дорожками. Поэтому все, что мы сегодня с вами увидим, это уже современная работа. С советского периода поклонились только деревья и здания. Все остальное это новодел. Парк сделан в романтическом стиле и на данный момент считается парком-памятником ландшафтного искусства и дизайна. Один из самых лучших на территории Крыма. Я думаю, вы сегодня в этом сами увидите. Парк большой, достаточно площадь, занимает 25 гектар. На его территории произрастает больше, чем 500 видов растений. Поэтому ручками ничего не трогаем, ни пусто, ни муха. Встречается ядовитое растение. Это юноша и девушка у вечного источника жизни называются данный участок. По проекту автора наверху будет небольшая декоративная крышка. Здесь показывается небольшая техническая работа. Проект до конца не завершили. Также по центру из раковины водичка должна будет напополнять бассейн и потом спускаться у них до лестницы каскадов. Технические работы водичку еще пока не запускали. Скульптура это современная работа, сделанная в Италии, из мрамора для парка 2008 года. На склоне с правой стороны белого-морозового суперкартизи. Обратили внимание, в парке представлено около 10 видов. На ничем не пахнет, в этом сухопе сейчас ведет. Другие встречаются сейчас с боковыми движениями. Чуть дальше с правой стороны белое одноэтажное здание с колоннами. Обратили внимание, ближайший был известный архитект, В общем, санаторий Айвазовская открыт в прошлом веке, примерно в 54-м году, кажется. Никита Сергеевич Хрущев был инициатором парка, прилегающих к санаторию, назвали имени Айвазовского. Он здесь часто бывал, делал свои зарисовки и картины. На самом деле он был армянин, фамилия его была Аванесян. Но еще при жизни он взял себе псевдоним Айвазовский. А мы с вами продолжаем прогулку по парку в санаторий Айвазовская. Перед нами лестница искусств, по которой мы спускаемся к набережной. Да, современная ручная работа. Только в 2015 году открыта для прогулок. Я правильно запомнил ваш рассказ? Мозаика из современных итальянских материалов. На данной лестнице искусств есть такие пролеты с сихотворениями Александра Сергеевича Пушкина. Так, вот здесь читать не буду, выше нашей всем знаменитой строчки. Я вас любил, любовь еще быть может и так далее. Сделано для того, чтобы не было скучно подниматься по ступенькам. Всего 183 ступени имеет эта лестница. Раевский. Раевский ботанический сад на полуострове Крым и издал первую книгу для садоводов. До революции с 1839 по 1917 год здесь было имение Карасан, имение семьи Раевских. Это последний владелец имения. Поэтому мы здесь уставом для нас, как у него Михаил Николаевич Раевский. Чуть дальше обратите внимание, открывается вид на Буську. Здесь уже вид открывается, где-то не будет. Ну давайте буквально минутку времени сделаем, полюбуйтесь видом. И будем с вами потом спускаться ниже. Вот в центре садейское декоративное можно увидеть его. Становили еще на 8 марта в этом году. Можете себя оставить, так как многим оно очень понравилось. Конечно же парк пользуется популярностью свадебных пар. Многие приезжают на фотосессии и проводят выездные цели. Бронзовый римский легиум. Бронзовый римский легиум. Бронзовый римский легиум. Уже сформированное привозили из Японии. Растение 60 лет напротив, обратите внимание, сосна и 90 лет. Внизу, с левой и правой стороны, можно увидеть, как веточки к земле притянуты на проволочку. Специально, чтобы вверх веточки не росли. Если этого не делать, конечно, растение будет формироваться, как ему удобно. В среднем такие растения могут прожить 600, 800 и даже 1000 лет. Поэтому 60 и 90 это до них не просто. Молодые, да. Мы будем с вами спускаться чуть ниже по тенечку с правой стороны по ступенечкам. Наверх можно будет подниматься по дороге. Никиты Сергеевича Хрущева. Сам Хрущев здесь не бывал. Он только подписал указ о создании санатория Ивазовская. Поэтому ему здесь установлена скульптура. Кота у Хрущева не было. Это же такой художественный ход скульптора. Так, охотика здесь проживает много, поэтому создали такую композицию. Иногда его называют собирательный образ советского пенсионера на отдыхе. И сидит, отдыхает, рядышком с ним охотик. Ну а чуть дальше уже обратили внимание, чайки-хохотуни позируют. Давайте мы чуть поближе подойдем. Да, очень громко и очень специфично. Особенно, когда их не кормят. Они так возмущаются очень громко. Чайка-хохотуни. Хохотуни, так как, когда кричит, чем-то напоминает смех. Отсюда и название. А здесь они позируют. Они живут на территории парка. Каждый день знают, что проходит большое количество туристов. У них есть что-то вкусненькое. Можно попозировать и съедать чем-то вкусным по форме. Поэтому, видите, они не улетают, ждут до последнего. Так как им всего по два года, только на третий год жизни вырастает большой, красивый хохоту. Видите, да, вот напротив нас, в здании сидит на краю. Они гуляют где хотят, поэтому, когда будете наверху потом возвращаться, Павлины по парку летают. Высоко, оказывается, поднимаются даже на пятый этаж. Это мощный клуб, они, конечно, не нападают, но, если так, так, так... ...частье японского сада. Все, что мы сейчас увидим, это то, что мы искусственно. В 2008 году здесь были дизельные, если ничего раньше не было. Из Японии пригласили ландшафтного архитектора Сиронакана. Это один из ведущих дизайнеров в Японии. Является правителем императорских садов. Японский сад сделал японский архитектор. Все привезено из Японии, все камни. Японский сад сделал японский архитектор. Очень симпатичный. Достойно и даже шикарно. Чистота идеальная. Замечательно просто. Цветочек держится на растение 2-3 дня, все растение занимает 10-12 дней. Красиво, но очень быстро. В Японии сакура олицетворяет быстро течность человеческой жизни. Жизнь прекрасна, но жизнь всего небольших мгновения. Когда зацветает сакура, начинается праздник анами. Анами переводится как любование с людьми. Японцы выходят на улицу, переводятся с любыми деревьями и устраивают веселые песни. Многие относят любование природы из нашей культуры. Только у нас это называется майские праздники. Приходится на один и тот же период. Конец, апреля и саламай месяца. Мы сами тоже выходим на улицу и любимся природой. И строим все участие. Только япония пришлась с фанами любования. На фоне, в общем, такой треск. Да? Это сапады. А у меня такого небольшого сапога. Я хочу показать, что у меня сапога, который вы это делаете. Она не бывает. Получается, трещат мальчики. Такой треск. Делают листья в братьевый период. Считается, у них кто громче всех, тот самый привлекательный. Поэтому они так трещат. Зовут себе девушку. Но живет такое насекомое всего два месяца. Продолжение следует. Грица обеспечивает неосознанные силы, интуицию, предчувствие. От нее можно подойти поближе. Обязательно обратите внимание на ее лицо. Скульптор смог передать, что у девушки на лице вуаль. Считается очень сложная, очень тонкая работа. Заказывали скульптуру в Италии. И в мрамор специально для Пасха. Подойти вам к дешевому. Банановая скульптура. Скульптура. Заказывали скульптура. 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 Банановая трава. Высотой более трех метров. Ее срезают под самый корень. Зимой накрывают теплицей. И только в мае, в начале июня ее снимают теплицу. И вот за два месяца банановая трава выросла в 3 метра высотой. Наверное, что я сниму. Но не часто идет, а это гин flaw. Это гин flaw. Ирина, где я снимаю. Вот так. Опять заново начинает расти. Подороги будем, да, теперь. Подороги будем дальше резать. Гин flaw. Гин flaw. Гин flaw. Просладно. На востоке их называют «шинара», в переводе «широкий». В среднем дерево может поражить около двух тысяч лет. но имел всего 55, но обратили внимание, пока он будет старый с 55 лет. Самые крупные Платаны на территории Крыма встречаются в районе Большой Ялты. В Варанцовском парке Платаны почти 200 лет. Нижняя Орианда, там тоже дерево крупное, старое. На самой набережной Ялты тоже дерево 20-летняя произрастает. У нас, конечно, он помоложе, но всего 70 лет. Многие уже обратили внимание на корпус, даже интересовались, проживают ли здесь люди, любой желающий, на любой период, могут здесь отдохнуть и приобрести сюда бутылочку. Цены, конечно, лучше узнавать на сайте, так как цена постоянно меняется. Батя, где дерево? Наталийский спуск. Наталийский спуск. Здесь изображение разные. Мотивы были взяты в древнегреческом городе Харсонес, который находится в Крыму, в городе Севастополь. Напротив у нас тротура девушки, без головы, без рук и двумя крыльями. Ника Само-Апрофийская. Копия, не оригинал. Оригинал Ники находится во Франции, высотой чуть выше 3 метров. Оригинал был найден в Грекции, без головы, без рук, без одного права. Здесь руки с двумя крыльями, но тоже без головы и без рук. Оригинал не был найден, поэтому девушка такая свеобразная. С правой стороны еще один скрытый рука с этим. Без головы, без одной ноги, патейская девочка. Ничего не ломала, она же также была перетяна. Где она по прессунула шахмала. Восторг называется Анаголинский диангантичный, это вот старинный. Позже я вам подскажу, что здесь есть. Сами меня гава. Сами меня поднимаются. Позже я вам еще раз покажу. Позже я вам еще раз покажу. И потом этот человек даже испугался. Мексиканская горка. Мексиканский парк. Цветонос растения, когда это веленая мощная стрела. Этот цветонос растения вы наблюдаете уникальное явление, как светение агава, так как растения цветут один раз в жизни. В возрасте годает примерно 15-20 лет. В 15 лет снижая этот растение будет полностью зимой. И на один раз в последний месяц. Корпус санатория Айвазовская. Итак, санаторий Айвазовская, 1964 год. Мы с вами продолжаем прогулку и двигаемся в сторону Оливковой рощи и ресторана. Под нами пляж, море с правой стороны. Очень вкусно пахнет. Очень вкусный аромат нас сопровождает сейчас в любой конца прогулки. Впереди пад, количество листиков остается маленькое. Чтобы процессы фотосинтеза не останавливались, дерево сбрасывают в кору и древесина приобретает нежно-оливковый оттенок. Процессы фотосинтеза происходят в самом деле. Это очень уникально для растения, но он ежегодно сбрасывает в кору и древесину на вредный период. А зимноничник елкофлотный, так как я до с какого корня напоминаю зимлянику, но к ней не имеет никакого отношения. Это маленькая косточка с тоненькой шкуркой, безвкусная по вкусу, но съедобное растение. В народе корпица или бесстыдница? Крыма и не только. Дерево запоминайте, ручками не трогаем, так как древесина в три раза чувствительнее нашей человеческой кожи. Дотронулись до растения, дерево сделали оттенок. Вам не будет, если нахоз постоянно, как нахозит, вареет, засыхает и черная древесина. Поэтому запоминаем земляничник, мелкоплодный, коротница, лепестыдница, нежно, ранимый растение. Ручками между руками. Пан искушает лимфу, пан, фаун или качир. Покровитель лесов, пастухов, также покровитель веселья. Ухаживал за теми девушками, которые встречались на его пути. Все дамы поддавались его чаром. Такая композиция в пятой спиночке. Чуть дальше в озере, на другом берегу, юноша, бронзовый, любуется собой, это нарцисс. Ближе к мостику девушка, нимфа Эхана, здесь купается. В правую сторону, по возможности, сопровитель машины поедут. Нарцисс любуется собой, своим отражением в воде. Итак, с правой стороны, нимфа Эхана, увидели. Юноша отвернулся от девушки, она его не привлекает. Видите, любуется только своим отражением. Есть выражение, самовлюбленный, как у них нарцисс. В озере живет лебедь, но пока один, парочку мы еще пока не привозили. И обратите внимание, с другой стороны, вниз спускается дорога. Вы по этой дорожке потом самостоятельно сможете прогуляться на набережную. Я советую спуститься к морю, вы тогда увидите полностью весь парк. Вы получите массу эмоций. Спустились на набережную. Пляж находите сразу с левой стороны, номер 5 и 6, по вашим билетам открыт для посещения. У вас на руке ленточка, она не намокается, но можно купаться. Ее, пожалуйста, не выкидывайте, не теряйте ваш тропут на территории парка на целом эмоций. Набережная будет с правой стороны, по участке объема. Лево набережная справа. С правой стороны увидите скульптуру Посейдона или Нептуна. Будет грозный бронзовый мужчина, повелитель морей и океанов. За ним ресторан Посейдон. Расслез с одной и так до конца набережной прогуляйтесь. Там поднимитесь по ступенечкам корпуса. Где девушка без головы, без рук, с двумя крыльями. Помните, не как сама обратиться, но только что там с одной стороны. Погуляйте возле корпуса и так же будете наверх подниматься, как не спускались. Не будет желания гулять по набережной. Эту дорожку можно вернуться к корпусу и наверх подняться. И третий вариант электромобиль. Машинка стоит в сфере больше человека. Отправляйтесь к набережной. Поднялись в бюджет, в площадке, в площадке, в площадке, в площадке. Туда приезжает машинка, забирает все желающие и поднимает на фамилию. Ближайший домик или туалет. Запоминайте, тоже важно. Под нами здание, ближайший, еще один. В конце набережной, с правой стороны и при выходе. Их три, поэтому закоминайте. Мы пройдем через мостик. Еще по любым загадкам, дорожкам. Напротив нас невысокие деревья с узоватыми листьями. Им здесь чуть больше, чем 300-400 лет. До наших дней сохранились. Ежегодно со всей рощи собирают около двух тонн урожая. Собирают здесь оливы и маслины. Оливы это зеленые плоды. Их собирают в 23 месяца. Маслина это же плод из бутонного цвета. Ее собирают по коже, ноябрь, декабрь. В сыром виде плоды не кушают. Они невкусные, горькие. Их собирают, маринуют. Горечь выходит. После этого плоды идут на продажу. И гостям Айвазовская на стол подается. Масло здесь оливковое не делают. Маленькая роща, две тонны. Не так уж и много. Деревьям чуть больше, чем 300-400 лет. Но для них это не возраст. В среднем могут прожить полторы-две тысячи лет. Дерево долгожитель. Первоначально роща была создана еще греками. Раньше было греческое поселение. Именно они к нам привезли эту культуру, как оливы. Создали рощу, по которой вы еще прогуляетесь. Под оливами сейчас цветет лавандин. Это садовая форма лаванды. Имеет более крупные цветы. И такой насыщенный аромат. Чуть ниже пол-ротонди. Скульптура девушки. Это флора. Покровительница личного цвета. Третья на нашем пути. Чуть левее две скульптуры можно увидеть. Ближе к нам небольшая скульптура мальчик с рыбой. На заднем плане скульптура юноши. Это персей. Убил медузу Гаргону. Она изображена у него на щице. Персонаж из древнегреческой мифологии. Так как вся роща посвящена античнице. Также напротив нас можно увидеть лежит морю Белую колоннаду. И там находится скульптура Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин бывал в Крыму в 1820 году вместе с семьей Раевских. Три недели провел в Гурзюхе. Бывал в этих местах более лопатой рощи. Мы здесь установили скульптуру. Потом самостоятельно подойдете к скульптуре Пушкина. Возьмете его за указательный пальчик. Может быть у вас отходится один из талантов. Попробуйте, поэкспериментируйте. Мы прогуляемся с вами в небольшой ротонде. Немножко поэкспериментируем. Перед нами такие нежно-персиковые соцветия можно увидеть. Это пикет гранат. Это небольшой деревце, махровая форма соцветий. Но это декоративная форма. Он сладный не будет. И дальше у меня будет сладный. Давайте по дорожечке, по телечку прогуляемся к озеру. Собеседка была установлена в 2002 году. Это современная работа. Когда человек находится на крови, звук перекатывается по куполу. Поэтому собеседника слышно очень громко, как в наушниках. Но шаг в сторону, звук сразу меняется. Почувствовали. На этом, конечно, эффект уже не заканчивается. Это еще не все. Если в центре, что нужно сказать, буквально пару слов, тебя, именно свой голос, будете слушать, как в наушниках. Мы услышим вас обычный голос. Только вы себя в центре как никакой. В центре звук отражают свой поколи, Здравствуйте! Здравствуйте! Всем привет! Проходите, не стесняйтесь. Все еще будут экспериментировать. Так, смотрите, кедр алтайский, сизый плакучий. Вот это такое дерево, оно растет только в парках или в садах. Ну, это садово-парковое искусство. Если с него сорвать плоды и посадить, такое оно не вырастет. Вырастет обычный кедр. Это просто не то чтобы генномодифицированный, что ли. Вот оно единственное такое, выращенное вручную, так сказать. Вот. Ну, их много, выращенных вручную. Но имеется в виду, если его плоды посадить, такое дерево не вырастет. Вырастет обычный кедр. Итак, мы с вами продолжаем прогулку по парку санатория Айвазовская. Сейчас мы обходим пруд рукотворный, оливы вот. Наш гид говорил, что им 300-400 лет этим оливам. Собирают плоды, их же и подают на стол санаторником. Санаторий небольшой, по-моему, на 2 с чем-то мест. Работает круглый год. И вы сегодня это видите своими собственными глазами через нашу камеру. Черепахи, сейчас мы заснимем черепахи. Черепашки загорают на солнышке. Поближе подойдем, они нырнут в воду. А нет, я думал, застыли. Живые. Итак, транслирует южный берег Крыма. Курортный поселок Порт-Энит. Парк Айвазовского. Сегодня у нас 5 июля 2022 годик. Какой день сегодня? Вторник? Вторник? Вон, девчонки нашли, кота уже с собой забирают. Много. Там их много? Да, много. Да, много. Запечатлеть. И что, мама сидит спокойно и даже не переживает? Нет. Я думаю, забрал бы кто-то. Наверное. Избавил меня. Да. Ну и вот у нас светет гранат. Гранат обыкновенный. Она говорит, эти кустики не дают плоды, а в Ялте вот такие кустики, ну чуть-чуть больше, пускай будет в два раза. Довольно, такие плоды можно собирать в сентябре. Всегда срываем и употребляем пищу. Пруд полно черепах, кувшинки растут по периметру и вдоль каналов речушек и прудиков. Типа водопады. Ну что, красиво, погода сегодня совпала хорошая. Да, только ты не заставила. Может быть немножко душновато, но я вообще не ощущаю, что душно. Потому что запахи, каждые 2-3 метра другие запахи. Каждые 2-3 метра то хвоя, то... Думаете? Конечно. Будет скучать за мамой. А как она там проживется? Ты же не знаешь, куда ты хочешь увезти. Ну а там кошки живут, она будет выходить на улицу. Девушка взяла себе на работу котенка. Она работает... Дедом работает в ресторане где-то. Вот, понесет его туда. По газонам не хватит. Штраф 5 тысяч рублей. Всего лишь 5 тысяч. Так, тис ягодный. Ядовитое дерево бывает как кустарник, бывает как раскидистое дерево, бывает как с толстым стволом. Красное дерево. Из него, ну, состоятельные люди, богатые, делают мебель и гробы. Дерево растет 1 метр 15 лет. А это уже оливки перед нами. А, маслина европейская. Это маслина европейская, оливковое дерево. Да, так вернемся к тису ягодному. Растет 1 метр 15 лет. Мама, папа. Уходим оттуда. Так, забыл, кто это она сказала уже не пишет. Ага, Персей. Персей. Наша прогулка скоро будет подходить к концу. Мы еще спустимся на набережную и пойдем к пляжам. Там закончим наше видео, чтобы вы не сильно уставали от него. Что тут еще? Тут уже черепахи более громадные. Вот, вот, там, там. Побольше уже она. Красотка. Тронем ее? Или упадем? Не достану. Нет, не боится, слушай. Не пугливая. Не пугливая. Не, она спрятала ногу. Так, ладно. Так, ладно. Другие там озерные, так только листик заколышется, они уже ныряют под воду сразу. Так, мы здесь у колоннады. Что это за девушка? Кто это? Флора. Может быть, Флора? Не подписана. В общем, три Флоры тут на территории парка. Три памятника Флоре. Вот. Что тут? Рыбки. Идем к памятнику Кушкину. Да, это плавучий. Обалдеет. Нырнула черепаха. Пойдем к Пушкину. Включим там камеру. Красота. Обалденная такая красота. Запахи вкуснейшие. Вкуснейшие запахи. Чистота. Идеальная. Тишина. Идеальная. Ну, если учесть, что всего лишь на 200 мест. Ну, или 200 с чем-то, допустим. То этот парк, это очень огромный. 25 гектаров. На 25 гектар раскинулся этот парк. К пляжам по нижней дорожке. На выход по верхней справа. К пляжам слева. Мы сейчас пойдем по ступеньке. Мы сначала подойдем к русскому поэту. К памятнику. Так. Многие отдыхающие приезжают в Ялту. Где видят кусты лаврушки. Лавра. Начинает его обдергивать. Так. Ждем селфи. Можно проходить? Можно. Идем. Готово. Оказывается, что собирать лавровый лист с куста лучше с декабря по февраль. Самое меньше содержится в нем на тот момент ядовитых веществ. Так что добро пожаловать в Ялту в декабре на сбор урожая лаврового листа. Итак, Александр Сергеевич Пушкин бывал в этих местах вместе с декабристом Раевским. И поэтому ему и установили здесь. Ну ничего. Фотографировать все вам не мешает. Установили здесь ему памятник. Мы на смотровой площадке. Продолжаем с вами спуск к набережной и к пляжам санатория. Так, спорты видите. Перед нами опять в виде японского сада. Камерный фонтан. Мостик. Каскады. Труд. Давай я пройдусь туда. Давай. Там на камерке. Хорошо. Давай сейчас. Итак, мы с вами продолжаем прогулку. Где у нас тут будет выход. Пройдемся тут по тропинке. Вот еще одна капитуля. Подойдем к ней. Ступеньки. В общем, спусков подъемов очень много. Мы приехали из Ялты на маршрутке 381. Ехали где-то 25 минут. Остановок было очень мало. Хотя, вообще, 20 примерно остановок. Из Ялты в Порт-Инит. К санаторию Айвазовская где-то 16-17 остановок из Ялты. Но так как народ нигде не выходил только в поселке Айдай-Ниль. Вот. Поэтому мы доехали, в принципе, быстро. Ну и... Посейдон, наверное. Бог морей. Водичка льется. Шикарная свежесть. Просто шикарная свежесть. Всем советую, кто будет на южном берегу Крыма отдыхать, приедете сюда в парк. Погуляйте на целый день. Выдаются вот браслеты. Здесь написано, где вот... Парк Айвазовская. С этим браслетом можно купаться здесь на пляже. Пятый и шестой сектор. Сейчас мы найдем и будем там немножко охлаждаться и загорать. Перед нами вот Медведь-гора за вот этим вот обрывом. Сзади вот Медведь-гора Айудак. А напротив вот скала... Не помню, как называется этот мыс. Но это уже Утес. Курортный поселок. Сама вот красная треугольная крыша построил архитектор Ялтинский Краснов. Сейчас там находится офис санатория Утес. Это уже другой курортный поселок. Мы с вами в Портыните. Это наше с вами Черное море. Ну что, наверное, этим отрезком видео я и закончу нашу с вами прогулку. По курортному поселку Портынит, конкретно по парку санатория Айвазовская. Значит, с этой стороны у нас Портынит. За Медведь-горой у нас уже Артек и Гурзов. И потом наша с вами уже Ялточка. Ну, еще пару поселков вдоль моря курортных. На сегодня, наверное, все. Всех благодарю, кто с нами прогулялся. Спасибо за лайки, комментарии и подписку. О, кстати, на электромобиле можно добраться до верхних ворот санатория 100 рублей с человека. Если кому тяжело подниматься по ступенькам вверх, кто устал, кто не может по болезни своей, за 100 рублей можно подняться к воротам. На сегодня это все. До новых встреч в эфире. Если что-то интересно, еще встречу в парке включу на несколько секунд. Пока. Еще одна скульптура. Тоже семейная какая-то. Агава американская. Мы там с вами проходили. Это как бы, получается, мексиканский сад называется. Знаете, японский сад, где все так вот. Камень и на каждом камне отдельное растение. Понятно, здесь разбито на террасы. Здесь как бы уже все намешано. А вот японское, это что имеется в виду? Какой-то валун большой, допустим. Метр на три, два на два, пять на пять. И на каждом валуне отдельное растение кустарника. Это значит японское. Мексиканское, это когда вот эти все агавы, кактусы и вот эти всякие стреловидные растения. Это уже мексиканское. Кстати, из вот них и делают текилу. Вот из такой агавы. Вот мы прошли там тоже большие кусты. Вот они. Так. И дельфины. Дельфины Черного моря. Наверное, это должен быть... Вроде бы как фонтан не работает. А, да, фонтан. Вот видите, у дельфинов в челюстях, в пасти трубочки. Фонтан еще не включен. И сектора пляжа. Айвазовская. Немноголюдно сегодня среда. Время, наверное, около двух часов дня. А, вот даже там показы. Час, что ли? Сейчас подойдем посмотрим. Пляжи санатория Айвазовская. Значит, с этими браслетами можно плавать. Мы сейчас возле второго сектора находимся. После вот этих зданий. Пятый, шестой сектор. Можно плавать с этими браслетами целый день. Это входные билеты наши в этот парк для прогулок. Тут же есть столовая недорогая. Работает с двенадцати до пяти вечера. Могут любые желающие в ней покушать. Ну, а также рестораны и кафе вдоль самой набережной. Говорят, можно выйти с санатория, с территории санатория Айвазовского после вот тех зданий. И прогуляться вдоль набережной до вот поселка курортного Утес. Мы сейчас подошли к медицинскому пункту. Вот, тут написано у нас бюллетень погоды. Температура воздуха 29, температура воды 21,5. Плак правила приема воздушных ванн. Назначается лечащим врачом и так далее. Кому будет интересно, остановите и почитайте, что важно при приеме воздушных ванн. Так, ну и вот карта самого санатория и его парка. И тут же туалет. Ну, естественно, они бесплатные, так как мы заплатили за входные билеты. На этом все. Всем привет с южного берега Крыма, с нашего с вами Черного моря и до новых встреч в эфире.